Который владеет бесподобно камерой. Сегодня 7 февраля 2019 года. Вот Валабуев стоит. Здесь фотографии, которые человеку, не наделенному Божьим даром, невозможно сделать, нажать спусковую кнопку тогда, когда происходит самая-самая фотография, которая меня поражает, это вот тот же ребенок, который бежит за телегой. Это фантастика. Еще одна фотография, которой здесь нет, но которая в свое время меня поразила, это выступление тогда еще претендентов президента Медведева. Он приезжал к нам, и Саша жил на мероприятии, и он нажал кнопку в тот момент, когда Медведев кокетливо поднял ногу и оказался как раз в том месте. И эта фотография поражает. И поэтому для меня, господин Валабуев, господин фотографии, сделать, то есть уловить такой момент, это фантастика. Для меня это вот божий дар, который я в Саше очень сильно ценю. Спасибо. Продолжая наш разговор, хочу пригласить Николкова, Бориса Петровича Газбова. Петрович, ты что-нибудь можешь сказать? Я видел много твоих выставок, я тебе сейчас только хотел, говорился. Приду на выставку, выставок много, и я уже знаю о том, какой ты большой мастер, ничему я не удивлюсь, насколько у тебя великолепные фотографии. А оказалось, что я больше половины фотографий здесь не видел и удивился. Не, ровно половину, ровно 25, здесь 50 фотографий. Ну вот я, 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 вот я говорю, вот. Ну, что сказать о фотографии? Наше дело снайперское. Увидел момент достойный, нажал кнопку, и я скажу, что достойный – это ладно. А дело в том, что Саша ведь имеет кормни ленинградские. А я жил в Ленинграде несколько месяцев, и знаю, насколько это культурный город. Я так думаю, что вот та завязка, которая организовалась еще у тебя в Ленинграде с мамой, оно сказалось, потому что с твоей фотографией дышит большая культура. Вот. Я думаю, что я беру свои слова обратно, я приду, если доживу на следующую твою выставку, я еще удивлюсь. Так а следующая будет, ну, не очень. Ну, не знаю. Уже практически половина готова. Там, дай вот этот черный пакет. Петрович, ты меня пугаешь. Черный-черный пакет. Нас тоже. Мотография. А, вот пакет. А, тебе пакет. Я думал, что же Саше на юбилей дать. И я в своей библиотечной коллекции, а поверьте, в моей библиотечной коллекции никаких плохих книг нет. Потому что я в свое время ездил по всему краю, и в военных библиотеках можно купить Хемингуэя, Паустовского, много-много-много других. Я не пошел рядом в магазин, знаете, бывшая смена. Там есть, наверное, великолепные книги. Я мог бы там купить, но это была бы чужая книга. А эта книга стояла рядом с классиками. Она, Саша, извини, не новая. Да ничего страшного. Я думаю, что это будет подарок от души просто. Конечно. Спасибо, Петрович. Как раз у меня шлейка еще, вернее, давно уже нет. У меня забрали как-то его? Да? Да. Ну, это хорошая статья. Времянница. Болтайская, 83-го года. А кто редактором тогда был? О, у тебя уже тут все написано. Здорово, спасибо, Петрович. Стараюсь. Одна задача. Это так же для следующей выставки. И теперь, как он, приглашаю ее, Тихонович Лапкина. Игнатий Тихонович, прошу, прошу, прошу. Я... Игнатий, вы меня пока направь вот этого. Держи. Ну, давайте, вот, Сереже дадим. Заложите эту руку только, чтобы не уронить. Хорошо. Уже идет. Мне случайно позвонили. Ну, я маленько опоздал тут. Нет, как раз вовремя. Колеса нам Павловича, мы знакомы, 29 лет. В Алтай более 400 сел исчезли бесследно. В стране более 21 тысячи. И 10 тысяч сел дышит наладом. Один-два человека. И вот выступает от КПРФ Нина Данилова, в законодательном собрании, в Алтайском законодательном собрании. Она говорит, это не просто на карте исчезла надпись. Это потеря земли. Тут другие люди будут жить. Вы знаете, что на Востоке делается? Сколько китайцев? И что на Байкале? А что с юга идут сколько? А вот Александр Павлович, ну, в глаза неудобно говорить, но сказать, вот это вот, все он потеряет, ты снимал. Село, которое мы снимали, наше. Мы единственное село, получили официальный статус. Это единственное на весь Советский Союз. И, да вообще, поселиться может тот. Мы зарегистрировались сначала, получили землю. Кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я в кровоадминистрации сказал, и вот у нас тут ни одного такого нет. Женщины матерятся, статистика врет. Так вот, мы видим, как называют проблемы. Я это слово не произношу, оно не нравится мне. Нерешенный вопрос, есть русские слова. Решать конкретно надо. И мы все относим к Богу. Мы, когда приехали туда, 91-й год, если кто не знает, я назову цифру. Инфляция до 97-го года была 10 тысяч 70. То, что можно было в 97-м купить за 10 тысяч 70 рублей, в 91-м один рубль. А с чего начинать? Вот он все снимал с самого начала, когда еще не было. Начинать надо с того, что у тебя есть истинное желание. Рядом там в село начали строить тоже богатые люди. Все развалилось. Начался у нас брат, воровство, а у нас это по-другому. Мой брат, протеилей. Ну, к слову сказать, я живу в Ползунова 6, рядом здесь совсем. И прошлое воскресенье к нам сюда приехал митрополит местной семьи, ну, со своими там священниками, и прошло богослужение. Мы давно здесь находимся. Вот что ни возьми, все уникальное, когда мы Богу доверяемся. Вот здесь, Ползунова 6, пойдете, посмотрите. На всю страну один такой дом. А люди живут и не знают. А что за дом? Меня в последний раз арестовали в 86-м году. У меня за плечами 5 тюрем и лагерь смерти. 26 лет меня давили, выворачивали, морозили в морозилках. А когда освобожден был, потом пришла реабилитация. Ну, я начал возвращать. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. По тогдашней норме от 11 миллиардов. Самая крупная в мире была создана фанатека. Я 50 книг написал, это... Начитал. А потом написал свою еще было, 41 книга. Властям это не нравилось. Вот я посмотрю, там он... Тоже я стою. Потерявка указатель, ее сожгли. Вредительства было много. Первая лошадь, привязана за деревней. Прибегает лошадь, воткнутая в спину железный штырь. То есть все было. И все перемогли. Мы молились, и Господь так устроил, что мы остались живы. Поэтому в любом вопросе, который называют проблемой, надо конкретно начинать работать. Вот просто не когда-то, а сегодня надо начинать работать. Вот говорят, где детей у нас беспризорных сегодня до 4 миллионов. То есть статистика разная. Полиция говорит 2,5 миллиона беспризорных. Это в войну не было столько? А как? По милости Божьей, я организую детский лагерь, и 45 лет веду, тысячи детей поднятые. Он все это знает, и снимки эти видно здесь. Государство ни копейки не дало. По три уголовных дела возводили за лето, и ничего не могли сделать. А почему? Бог. Мы с Богом все начинаем, с молитвой. Русский человек по-другому-то не был. Бог в помощь. Какие слова-то были? Ну, добрый путь с Богом. А сейчас как? Только по мяну, да еще и по матушке. Вот конкретно я говорю. Народ необразованный. Да, необразованный. Господь положил на сердце. Он знает это. Я одновременно в пяти университетах, тут институтах вел занятия. О Боге, мировое искусство, толкование Библии и ответ на все вопросы. У меня нет гуманитарного образования. Жажда есть, чтобы было по-другому. У нас в детском лагере главный лозунг. Россия должна встать. Да второй лозунг. Россия это мы. Дети вот такие вот. Россия это мы. В ребенке надо заложить свою жизнь. Если мы говорим и не делаем, нас никто не будет слушать. Вот она с земли. А приезжают люди отовсюду. Тут с Америки, с Бразилии, с Австралии. Посмотреть, а смотреть нечего. Просто живут люди. Встаем рано, да у нас сюда пойдем 4.40. Мы поехали, повезли книги свои, когда проехали до Владивостока, а потом до Листабона, Скандинавии, Прибалтику. 650 городов посетили, я библиотеки дарил свои книги. Вот. Я плохо слышу, поэтому я говорю так. Спасибо, Игнать Тихонович. Спасибо, Игнать Тихонович. Начинать делать сегодня. Решение просто посмотрели, а для себя взяли. Просто посмотрите, как удивительно все тут идет. Спасибо, Игнать Тихонович. А тут же другая пошла, да? Благодарю. Не за что. Спасибо, Христос. Ну и возвращаясь к тем нашей выставки, я приглашаю к микрофону Альфреда 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 Тихонова. Прошлышу, Познякова. Так все таки кого? Альфреда Альфреда Альфреда, я говорила, прошу вас. Спасибо. Спасибо. Если бы даже не пригласили, я бы сам подошел. Душа ликует. Саша, я поздравляю тебя. В этих стенах я уже объяснялся у людей к Саше, повторяться не буду. Я хочу продолжить мысль Игоря Алексеевича. Она мне и близка, и понятна, и созвучна. И созвучна с твоей деятельностью. Я был на многих выставках у Саши. Два фильма наши студенты сделали о нем. Но я не об этом. И вот когда я внутренне оценивал работы, я видел философию. В одной выставке, в второй. И каждый раз эта философия соответствовала содержанию. Не просто, скажем, что-то придуманное, а вот именно бросалась в глаза. Поэтому, когда мы смотрим работы художников, фотографов, все мы фотографируем, все мы рисуем, но в сознании у кого-то что-то запечатляется то, что ближе вот именно и духу, и сердцу, и мировоззрению. А сегодня, Борис Петрович, для меня тоже открытие. Вот давайте посмотрим внимательно. Я пришел, сразу внимательно посмотрел все фотографии. Философия в каждом снимке. В каждом снимке. Я просто, Саша, приятно поражен, удивлен и восхищен. Название снимков соответствует... Я вот, я сейчас сам говорю, и сам себя чувствую, что название нам сейчас так расширяет понятие изобразительного ряда. Ну, не знаю, вот... Я с котом-то и вообще все. Наоборот надо было. Мы с ним поговорили, с ним озвучить. Там, значит, знакомый наш художник и кот. Значит, он восхищение художнику, а кот на переднем плане. Герой такой, такой... Это наша девушка. Хорошо, что есть такая возможность согласиться. Я-то другой... Нет, да это все понятно. Мы тут все поняли. Я специально запутываю зрителя, чтобы он сначала посмотрел на художника. Кота-то каждый увидит. Такого нет. Нет, все правильно. Поэтому, вот честное слово, праздник и в душе, и в этих стенах, и в ваших лицах. Я поздравляю всех, кто пришел. Я говорю, никто не пожалел и никогда не пожалеет. Знакомство с творчеством. Я вам Саши зову, Сашенька. Я еще немножко тут сниму по казачку богатство. Это я в коридор вышел. Все равно там не слышу, что говорят. Показайтесь, какое богатство. Это музей. Принадержал одному человеку здание это. Сколько тут всего. Тут краевой суд был в 1986 году в августе месяце. Меня тут сосудили, отправили по этапу. Потихоньку. Это я просто иду по коридору. Вот разные фотоаппараты, какие раньше были. Как гармошка русская. Федорович, я еще не успел сказать, что тут меня судили. Краевой суд был. Тут меня сроками мотали. Я не знаю, что он не дал вам до конца договорить. Ты столько мудрости. Но у них другие есть задачи. Запомнится то, что ты руками делал. А остальное, тем более мы призываем, чтобы люди начинали делать. А не просто пришел, посмотрел и ушел. Вот как одеты, какие платья были. Старинное. Все, что было уничтожено. Вот они какие были люди. С чехом, с бородой. Я тут не могу просчитать. Кто-то просчитает потом. То есть все не покажешь. Тут, видите, малахитовые разные сосуды, вазы. А это осталась стенка, какая она была раньше, из кирпича натурального. Еще немного покажу. А-а-а-а. Ушли. Револьверы. Была революция, война. Новое поколение. Россия была очищена. Вот сколько смотреть коридор. Просто не захожу, чтобы показать. Алтайский краевой музей. Бывший краевой суд. А теперь тут музей искусства, литературы, истории. Ну, конечно, Астахов тут. Зеркаль и сцены. Из истории просвещения на Алтае. Вот видите-ка. Прочитать можно? Нет, не знаю. Эти божественные книги тут лежат. Как их происхождение какое. Откуда они сюда попали. Из моего дома тоже кое-что в музей попало. Молитву. Ну, продолжайте. В общем, Адрита Макария, письма. Глухарев или какой? Если это Глухарев, он канонизирован. Ну, да. Он канонизирован. Переводчик Библии. Вот словарь. Русище, дойче, шевёртый, бух. Знаете, как писали, учились. Шестописание. А теперь по-другому. Вот кто-то бы писал эту фотографию. А вот он глухарев сидит. Архимандрит Макарий, переводчик. Наша русская Библия, солидарного перевода. Содержит его переводы. Его сильно преследовали за это. И он рано умер. Это я не знаю, кто это написано. Штильке Василий Константинович. Инициатор создания общества по печеньям. О начальном образовании. Большой человек. Заботился о просвещении русского народа. Видите, как одеты были. Мальчики с поясом. Лапти. А этот стоит, не может учиться. Ему надо поверяться. Богданов Бельский. У дверей школы. Богданов Бельский. Здесь за уроком. Завещанская школа общества по печеньям. О начальном образовании. Деревянная. Русский вестник. Евраль. 1893 год. Это я снимаю здесь. По образованию много. Хотя я беру, похоже, император. Хихай Репорман. Александр Ли Первый. Или Второй, может быть, погибший. Вот все. Фотографии. Похвальный лист какой. Огромный. Полметра. Пушкин. Считали. Восток и миф. И древняя история. Русская литература. Средних веков. Все это ушло в прошлом. Пушкин. Вот сколько всего. Похвальный лист. Ой-ой-ой. Люди отошли вещи. Вот они молоденькие стоят. Конечно, давно умерли. К чему и надо готовиться. Маленькие счеты. Там, да, тогдашний компьютер. И вот книги. Живое слово. Даля Владимира Ивановича. Гоголь. Макет здания по адресу Красноармейский. Бывшая гимназия. Буткевич. Баруська строительного колледжа. Вот они как сделали его. Молодцы, какие. Штильки. Василий Константинович. Это ему бюст такой. На стенку. Еще раз подойду и уйду. Это уже саградские все. Прикор吃. Ну, тогда мы жили. Вам есть ли у нас кражется? Прикорian. Рукой времени. У кого есть? Не могу сказать. Не выходит. Хотя вы не хотите с меня. Да. Не уйдет. Про фотографии я устраиваю именно. Время как бы течет, меняется, и название выставки «Антропология» оно действительно, конечно, достаточно условно. Конечно, это антропология не вполне наука, а скорее какая-то визуальная образность. Когда я общаюсь со своими героями, я действительно хочу узнать о них как можно больше, чтобы они ко мне привыкли. И понимая их образ, их мир, мироощущение, я строю уже свою картинку. И вот только тогда получается хорошая фотография, и все это не так просто. Время вносит какие-то коррективы, и каждое время оно дополняет это хорошим, и отсекает что-то плохое. Поэтому, как я сегодня утром или вчера вечером написал, что все люди замечательные, но если их хорошо сфотографировать, то они фотографии еще их улучшают. по крайней мере, образ. Спасибо. Ну, я не знаю, кто-то хочет еще что-то сказать, или просто общение такое. Я познакомился лично с Сашей больше 30 лет назад, где-то в конце 80-х. Сергей Семенов организовал клуб, городской фото-клуб, и забрал буквально ведущих фотографов города. Тогда мы встретились там, общались. Вот его как раз здесь и нет. Долго он, к сожалению, не просуществовал. Потом мы работали с Сашей вместе года два с половиной в газете «Время и деньги». Была такая газета. Была такая газета. Мы все время вспоминали с Сергеем Юрьевичем. Мы с ним вдвоем там работали. Но потом дальше как-то разбежались. Я что хотел сказать. Вот фотографии смотришь, да? И мы учились фотографировать на журнале «Советское фото». Тогда. Это понятно, что технику, технологию пленочной фотографии там изучишь, а потом-то, что простее. И вот журнал «Советское фото», фотоальбомы, и смотришь, и учишься на работу других. И вот я сейчас гляжу на фотографии, и практически каждая фотография – это иллюстрация вот из журнала «Советское фото». Это классика отечественной фотографии. Музыкантом нельзя стать, если ты не изучаешь классическую музыку. Артистом нельзя стать, если ты не играешь в классические пьесы. И фотографом нельзя стать, если ты не изучаешь вот классику советской фотографии молодые сейчас снимают на цифровую не пленочные никогда в руках не держали не знаю что такое а вот это все основано на пленочной фотографии немного еще фотошопа я так просто знаю что без него тогда он помогает никто не никто не не запрещает поздравляю спасибо игорь николай ты как это самое один из мастодонтов тоже нашего цеха нашего цеха а то мы ждали кашпричина что-то нету его видимо где-то на работе немножко должен сказать что когда-то ну фотографии учили пытались учить в школах кружков было много и прочее то есть дети приобщались тогда начиная с маленького возраста ну сейчас прогресс произошел еще значительнее дети перешли на телефоны дети стали очень много снимать не только других но и себя ну в общем то а в основу всего положено фотография и того периода и сейчас периода и остается в истории неважно когда а вот когда мы входим даже в музей там есть фотографии сделанные нашими предшественниками тоже фотограф ими города барнаула которые позволяют увидеть барнаул людей как они были одеты как выглядели улицы ну я думаю каждый кто занимается фотографией он как раз вносит в это дело в память какую-то каплю ну сашу волобоева я знаю давно когда он еще был молодым работал в газете и так знал сашу саша это во многом случае правильно сказали это фантазер который в людях видит то что другие не замечают он видит и в природе и то что мы не замечаем иногда он видит и в про и в событиях то чего мы не видим поэтому вот некоторые говорят ну тут фотошопка где есть а это не есть какое-то побочное явление которое портит его фотографии она только дополняет это легкий штрих который он вносит для того чтобы донести изображение до зрителя поэтому саш ну дай бог те творчества дай бог чтоб ты работал чем больше мы будем конечно не договариваться мы же не будем бить друг друга александра волобоева я знаю очень давно но это шутка сейчас просто я хочу сказать что я яростный поклонник черно-белой фотографии и всегда любила саши ранее работали не вот там ну а нет вот здесь за спиной и вот когда пошла вот это вся ваша вот это вот вот весь этот ваш пост простите модернизм когда пошел хорошо кожи не не без общины я честно говоря немножечко напряглась и думаю что то вот вот это девочка девочку это конечно я обожаю из потеряевки и вообще это цикл чудесный была я немного вами недовольна момент вот когда ну вот когда вот это вот пошло вот это вот раскраска ну это я примитивно конечно творное влияние скрипина вот эти коллажи монтаж да но теперь я вот глядя вот может быть более цельно на все это я понимаю что это действительно был какой-то прорыв это потому что не может человек стоять на месте и поэтому я с удовольствием повторю то как называл сашу один из его лучших друзей толи и горы в царстве небесное то есть он переводил дословно слова фотография и называл александра павловича мастер светописи ну наконец-то спасибо александр павлович и все пришедшие на открытие выставки я вас всех сердечно поздравляю с новым днем вашим творчество и признакомая александр михайлов чердионов нас признакомил вот не так много ну александр павлович вот творите что хотите и радуйте нас вот взращенная на двух журналах с детства советская фото и чешская фотография никак ничего вы не повторяете ниоткуда не я не сказал мне я повторяю нет ниоткуда ничто возникнет вот у вас прекрасные фотографии вот хотите коллажируйте хотите что только радуйте нас пожалуйста стараюсь и вам это вполне удается я рад я тоже спасибо александр павлович охотно присоединяемся поздравлением с открытием выставки следующее спасибо юбилеем хочу напомнить что выставка работает в нашем музее до 10 марта ну а теперь приглашаю вас к самостоятельному осмотру выставки и живому общению ну да может какие-то вопросы просто есть по каким-то конкретным работам или или я могу еще некоторые буклеты раздать кому здесь был краевой суд вот здесь у меня восемь шестом году здесь осудили поэтому воспоминания вот так вот здесь краевой суд был меня здесь судили восемь шестом году для меня это встреча вот такая за что за что 190 статья была я начинал златоуста 50 книг на пленку и попутно архипелаг гулаг я мученик 20 века стихотворение написал одно ленина захватил и брал интервью репрессированных ну и здесь меня осудили тут 12 краснопогонников меня протаскивали через народ а молву пустили что меня нашли радиостанцию с япония связано я думал еще и пароли шпицеруте 26 год в августе месяце меня вот здесь осудили и что они присудили включить тогда нельзя было ничего это сказать делать не присудили то суд зачем закончится как лет разу засудили по этапу сколько на это у меня только психиатрия 26 лет терзал им учила в любом университете сдам экзамены всего через день два документа в окно выбросили чтоб духу не было здесь хорошая власть была а я сын от инвалида отечественной войны 10 ребятишек меня еще не смотрели какая власть была одного слова боялась ладно все на этом ой простите пожалуйста